МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старшиня Абловы Конкама доручил отказным особам провести ответные мероприемства, проанализовать питания, с которыми звертались люди, и сделать все необходимое для их выражения. Треба означать, что все части же хоры региона задают питания, которые тычатся развития социальной сферы и доброго упорядкования населенных пунктов. Люди хотят жить лучше. Ну а те проблемы, которые имеем там временные, их надо преодолевать, но движение, останавливаться, идти к лучшему мы никогда не останавливались и не должны, и не будем. Поэтому будем идти к человеку. Вы знаете отношение главы государства к человеку. Поэтому социально направленное государство, и мы делаем все для того, чтобы человек чувствовал власть, которая имеется сегодня в государстве и на местах. Протягиваем выпуск. Снижение запасов готовой продукции, становчивое сальдо внешнего гандля, изменение колькости стратных предприемств. На переддне у Гомеля подведены выники работы господарчего комплекса города в первом поугодии. Среди проблемных моментов невыконание покажчика по экспорте товара у приватными предприемствами и меньше значное, чем предугледживалось темпы розничного товарооборота. В 8 разов меньше, чем плановалось, у эксплуатации уведено гандлевых площадь, а про то, на 7 предприемствах областного центра означены больше, как 4-месячный запас готовой продукции. Разом с тем, такую ситуацию у экономицы Гомеля теперь уже нель галечить типовой. Управнание с початком года экономичная ситуация у городе значительно полепшилась, причем есть подстава мерковать, что эта тенденция заховается и в дальнейшем. Говоря об итогах полугодия, мы можем говорить, что в экономике города наметились положительные сдвиги. Если говорить об объемных показателях, то индекс промышленного производства, хотя и не достиг пока уровня прошлого года, но тем не менее к началу года прирос на 15% пунктов. То же самое можно сказать про запасы. Запасы у нас снижаются, причем снижаются существенно и по предприятиям всех форм собственности. Сокращается количество убыточных предприятий. На начало года их количество было 84, сейчас мы полугодие закрыли 51. Главным направлением сейчас в работе должно, конечно же, стать сокращение затрат. Спякотная надворья часто нелепшим чином отбивается на самотшувание жихару региона. На Гомельщине активно проводится комплекс доброчинных мероприемств, накерованных на подтримку людей у гетэперэд. На переддню Гомеля отбылась акция «Выратуем от спеки». Ее провели волонтеры областной организации Белорусского товарыства «Червонога крыжа». Инициативные группы протягивают сбор подписов у подтримку кандидатов на посаду президента краины. Працевать под пякучим солнцем на протягу дня непросто. За некольких годин проведение акции у розных кутках города было раздадено коля 100 литров воды. Гэтэй нечеканный подарунок не просто приемный, хучэй не обходный. Пейте водичку и от жары не полыте ломаром. Спасибо, Ганя. Мы вам очень признательны. Спасибо, вы очень добрые. Пейте водичку, спасайтесь от жары. Спасибо. Проведение подобных доброчинных акций для Гомельщины стало доброй традицией. С момента установления спекоты волонтеры «Червонога крыжа» разом с представниками инших организаций вождали подтримать комбайнеров, водителям аутотранспорту, а зараз – удельников пикетов. Если спекота в регионе заховается и далее, подобные акции будут протягиваться. До речи подчас их проведения волонтеры не только раздают людям пятную воду, а и дают им слушные рекомендации на конт основных правилах поводина и мерах особистой безопасности у спекотной надворья. В такую жаркую погоду нужно как можно больше употреблять жидкости, пить питьевую воду, не употреблять алкоголя, так как тоже он влияет на организм очень негативно. В часы активного солнца с 12 до 16, как можно меньше быть под открытым солнцем, носить закрытую одежду, может быть, на голову тоже какой-то головной убор, чтобы была закрыта голова. Завтра будовники Гомельской области будут принимать веншование с профессийным святом. По традиции оно означается в другую неделю Жнивня. Сегодня будовничий комплекс Гомельщины наличивает больше, чем 1100 организаций и предприемствам всех форм властности. В Галине працуют свыше 30 тысяч человек. До речи, за первое по угодам в области на 50% перевышенный запланованный показчик по будовничеству жилья. Побудова на 297 с половой тысяч квадратных метров. Протягивается будовництво широку буйных социально-значных объектов. Среди них реконструкция парку культуры и отпочинку и набережные раки СОЖ. Будовництво палатного корпуса районной больницы Лоева, центральной площади и мемориального комплекса в этом же населенном пункте. На Гомельщине протягивается и реализация уникального проекта – будовництво горно-обогачального комбината. Новое предприемство, якое повинно дать штуршок развитию экономики региона, находится у Петриковским районе. Открытое акционерное товарыство «Беларусь-Калий» вядя подрыхтовку до распроцовки Старобинска городовища калийных солев. На будовничьей пляцовце побывал наш корреспондент Дмитрий Котау. Меньше год тому на этом месте, в некоторых километрах от Петрикова, находилась пустка. После того, как в дневне 2013-го тут был закладен первый камень, распочались масштабные работы по створению нового предприемства. Сейчас уже завершено будовництво двух подъездных дорог, электроподстанции и некоторых жилых домов, где сейчас проживают будовники. В перспективе новые квартиры заселят работники горно-обогачального комбината. «На данный момент проходят работы подготовительного периода. Завершена вертикалка полностью на 63 гектарах площадки и ведутся работы для подготовки к вскрытию стволов вертикальным способом. Значит, построен рассолопровод, деланы галереи, пробурены скважины». Перший этап будовництва предуглеживает взведение часовых будинков и сбудования для проходжения двух шахтовых стволов. Деаметр кожного – 8 метров. «После монтажа данных конструкций планируется ввести заморозку нашей породы для того, чтобы мы могли осуществить проходку стволов. Заморозка планируется у нас начаться где-то в начале следующего года». На Петриковским горно-обогатчальном комбинате будет створено 3000 прационных мест. Плануется, что первую линию тут запустить у снежни 2019 года. Полностью на проектную могутность предприемство выйдет в 2021-м. Прикладный объем продукции – около 7 миллионов тонн в год. По разликах специалистов, полезских корыстных выкопнёв, что залегают у Старобинским родовища, копить на 90 год працы горно-обогатчального комбината. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, Телерадуя компания «Гомель», Петриковский район. Лето для студентов – это час, который можно провести с корыстю не только для себя, но и для других. Гомельские студенты начали с историками и археологами накировались до закинутых сядеб и храмов. Один день с волонтерами в Весце Юровича Калинковицкого района провела Вера Котляр. Кожное лето в доме, который належит Юровицкому монастыру, шматлюдно. Студенты-архитекторы Белорусского державного университета транспорта уже в 10-й год приезжают сюда, как поудельничать в волонтерских работах по одновлению будинка 18-го стагодзя. Увесь этот час гомельские студенты выполняют тут одну и ту же працу, поступово расширяют подвалы монастыра. То есть, подумая, занадто шмат часу надается этому помешканию. Однако, за прикладно 250 годов иснования этого будинку, пластметь с землей перевысил полтора метра. Ранее, как прости тут, монахам было необходимо сгинаться. Сегодня в вычешенном подвале заховываются на рыхтолки на зиму. Мы допомогаем монахам расчислить и ввести в эксплуатацию этот подвал. И, памятывая, кольки ту сметці было 10 годов тому, и, коль я бачу, кольки зараз сметці осталось, как подвал стал, скажем так, частей, им стали користаться на это не, как закинутым подвалом, а как помешканиями господарчим. За эти годы гомельскими студентами была зроблена шмат цікавых знаходок. У основного это речи 19-го и початку 20-го стагодзел. Частей за усе я ныне несусь в историчной каштовности, але добро передаюць дух того часу. Буквально час назад нашли штык-нож какой-то. До этого находили тарелки с российскими двуклавыми орлами. То есть, ну, всякие находки. Бывает, что собаку нашли, скелет, ну, всякое находим. А кроме работ, у самим монастыры студенты по Чарзеде помогают археологам, які ведут раскопки неподалек. У 10-м 11-х стагодзях на сусіднем Кургане існовав город. Яго назву археологи пакуль не раскрываюць, а вось іншими подрабязностями делятся ахвотна. На городище, конечно, за это время было найдено много находок, в том числе находки, которые говорят о том, что это был город, это был не моноэтничный город, здесь было полиэтничное население, это полиэтническое, в том числе и варяги, и скандинавы. И находки есть из Средиземноморья, находки из Поволжья, вот, находки из района Афганистан, Индии, вот оттуда, то есть сердоликовые бусы, коралловые бусы. Сегодня экспедиция знайшла осколки старожитного чугуна, який отрымается одновить целком. Частей за усе тое, что тут знаходят, просто га обывателя не затекавить. А возле археологов гэта саправдный скарб. Вера Гатляр, Дмитрий Радзянко, телерадиокампания «Гомель». Поляпшэнне умов для заняться спортом, як фактор повышэнне физичной и профессийной подрыхтовки. Напереды дни у «Гомеля» открылся физкультурно-оздоровленчий комплекс для супрацовников системы Министерства внутренних справ. Подрабязности Олександра Хамоли. Центр профессийной подрыхтовки и службово-прикладных видов спорту належит департаменту Аховы и целком был побудованы за сродки ведомства. Самая активная фаза будовництва пришлась на 2014-2015 годы. Вводу к эксплуатации нового спортивного объекта для милиционеров Гомельщины – долгочаканная падея. По-перше, это дозволить нарушивать спортивный потенциал работников. По-друге, заэкономить сродки. Более не придется платить за аренду спортивных залов и помешканням. Я вам открою маленькую тайну, что в период строительства этого комплекса неоднократно посещал этот объект. Почему? Потому что данный объект являлся довольно серьезным объектом инфраструктуры. Современность соответствует требованиям 21 века. И то, что в этом комплексе будут заниматься не только сотрудники, но и ученики профильных классов, профильных классов, правопорядка, дети, проживающие в ближайшем микрорайоне, те дети, которые относятся к семьям, милиционеров, работников силовых структур. Это тоже, наверное, показатель современности этого здания. И те гости, которые находились на сегодняшнем празднике, вы видели счастливые лица этих детей. Наверное, вот это главный ответ на вопрос. Современен ли он? Сирот гоноровых гостей, керавництво департамента Аховы, Министерство внутренних справ, представники местовой улады и Гомельской епархии, работники правооховных ведомств Гомельщины. Объем проведенных работ и выники ураживают. На базе спорткомплекса маются борцовские тренажерные залы, профессиональная зала для гонявых видов спорта, кабинеты для тренеров и супрацовников, историко-демонстрационное помешкание. Пропускная махчимостью тыдень 800 человек. Очень долго строили, но это необходимо. У нас в неделю будут здесь заниматься порядка только 750 человек наших сотрудников. Кроме этого, здесь будет функционировать секция «Юный динамовец», дети профильных классов, семьи сотрудников. Ну и перспективы будем рассматривать вопрос каких-то услуг для населения на платной основе. Плануется, что Центр профессийной подрыхтовки и службово-прикладных видов спорта будет выкористовываться не только супрацовниками департамента, а и представниками инших правоохомных ведомств. Планы амбициозные – до выхования чемпионов и новых зорок Олимпийского небосхилу. И, как говорят эксперты, задача целиком реальная. Усё к этому сприяет и досвеченный тренерский состав, и комфортные умовы для занятков спортом. Александр Гамоля, Валерий Гопанько, Телерадиокомпания «Гомель». Новины региона, информацию об проектах Телерадиокомпании «Гомель» вы можете знайти на нашем сайте в интернете. По адресе www.tvrgomel.by И на этом выпуск завершенный. У студии працавала Наталья Игнатенко. Усяго доброго и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова